Все, что вы думаете, обязательно сбудется. Если вы за кого-то переживаете, что он заболеет, значит, он обязательно заболеет. Потому что, особенно двоечка, это очень любит, переживать, чтобы кто-нибудь не заболел. О ком бы позаботиться и попереживать, это прям вот слабость двоечки. Она очень хочет о ком-нибудь переживать. И вот когда вы переживаете, вы и накликиваете, что называется, не то чтобы накаркала, а просто восемнадцатая энергия – это способность, это ваш талант, это ваша способность материализовать ваши мысли. То есть ваши мысли воплощаются в жизнь. Они становятся действительностью. Все плохое, что вы думаете, сбудется. Все хорошее, что вы думаете, тоже сбудется. Просто нужно думать, причем думать эмоционально. Очень важно, что вы думаете на эмоциях, что вы действительно переживаете. Значит, обязательно кто-то заболеет или что-нибудь, или ДТП вот это случится. То есть все, что вы думаете, сбывается. Это восемнадцатая энергия, это помните. Это всю жизнь, это не только в сорок лет. Это ваш талант. Все, что в больших цифрах, это все таланты ваши. И они четко работают. Вот эти тоже, они помогают. Это все тоже таланты, но просто они раскручивают вот этот талант. Через вот этот талант раскручивается вот этот на всю свою мощь. И вот восьмерочка. Честность и справедливость – это то, что от вас требуется. Вот как в детстве быть честной, открытой, справедливой. Тогда вы видите причинно-следственные связи. У вас работает логика. То есть если здесь нужно слушать интуицию, то здесь можно порассуждать логически. Это будет полезно. Тем более, что впереди еще одна проработка восьмерочки. Вам дважды ее требуется проработать. У вас есть к этому способность. Она вот тут уже дана. В детстве еще была. И вам нужно просто вспомнить, как вы там это все переживали, как талант в плюсе. И продолжать так же, как в детстве. Честно, открыто и справедливо. Жить, работать и делать. И это через перемены, это приведет вас к расширению. Расширение, то есть это большой круг общения. Это, возможно, через интернет. Это, возможно, просто за границей, что вы это. Возможно, вы много будете ездить и общаться. А вот 21 энергия, вот в 50 лет, она срабатывает к тому, что она расширяет ваши возможности. Возможности, может быть, вот этого вот бизнеса какого-то. Бизнес здесь может быть вот 18-й. То есть вы можете материализовать что угодно. И бизнес может быть связан с какими-то колесами. С движением, с автомобилями. Может быть, через знания делиться с людьми, но получать постоянно новые знания. Причем тайные, скрытые знания. Где-то чего-то вы доступ имеете к какой-то информации, которая может помогать приводить в движение что-то. Эти знания способствуют тому, что помогает это людям. И не бояться принимать на себя вызов. Двигаться вперед. Быть воином таким. Смелость такая. И 11 энергия сюда же. Это приносит вам деньги. То есть семерка. Ваше движение, ваша подвижность, ваше нестояние на месте. Ваше бесстрашие принимать на себя любой вызов. То есть не бояться научиться чему-то новому и давать это людям. Не бояться куда-то двигаться, куда-то идти, копаться, поступать на какие-то новые курсы. Или еще на что-то такое. То есть либо курсы обучения. Либо что-то связанное с движением. Может быть, какие-то спортивные. Потому что 11 энергия плюс 7 – это спортсмен. Это человек, который может заниматься спортом. Это силовые, либо беговые какие-то действия. Они могут вам служить бизнесом вашим. И это будет приносить вам деньги. Смелость, активность 11 энергии, которая не боится принимать тоже на себя вызовы. Уверена в себе. Харизма, лидерство, потенциал. Практичность, амбиции, ответственность брать на себя. Это открывает вам денежный поток. А денежный канал через то, что вы не стоите на месте. Вы постоянно в движении, вы активны, вы куда-то движетесь. Если вы остановились, решили, что вы на пенсии будете сидеть дома, значит, вы будете сидеть на копейках. Если вы хотите, чтобы ваш денежный канал и канал благополучия, то есть отношения хорошие и деньги были бы в благополучии, вам нужно не останавливаться, вам нельзя останавливаться, вам нужно постоянно куда-то двигаться. Двигаться вперед и в умственном, потому что у вас вот на перекрестке и в материальном плане. То есть колеса, ноги тоже сюда входят, но сюда входит и умственное развитие. То есть нельзя останавливаться на одном чем-то и стоять. Это вот здесь аж два раза повторяется и третья семерка тут. То есть семерка однозначно говорит о движении. Двигаемся, двигаемся, двигаемся. А ваши мысли материализуются. Плюс восемнадцатая энергия, она такая очень привлекательная, очень таинственная, магическая. Это можно быть актрисой, играть какие-то роли. Это может быть чувственность такая. Ну, восемнадцатая энергия, я уже сказала, да, это интерес ко всему необычному, тайному, скрытому, опять же. То есть вот копаться в этом, докопаться, дознаться. И это всё привести в действие, превратить это в знание и там в интернет, например, выкладывать. То есть выйти в интернет, работать в нём, учить чему-то людей. То, чего вы знаете, то, чего не знают другие. И восемнадцатая энергия даёт так, что другие не знают. Учить тому, чему вас научила жизнь. Вы можете этому научить других людей. И только это надо делать честно, надо это делать по закону, то есть оформить это как положено. Потому что восьмёрка – это закон. Будет проверяться, платите ли вы налоги. Вот тут вот, да, идут обе вот эти вот. Это всё в рамках закона, в рамках порядка, в рамках правил. И это всё причинно-следственные связи. Восьмёрка, возможно, это работа с судом, со следствием. Да, здесь это тоже, кстати, очень сильная интуиция, понимание. Раскопать, раз это можно работать следователем или адвокатом. Да, вот эти вот энергии позволяют. Восьмёрка – это тоже вот суды, следствия, юриспруденция. Потому что восьмая энергия, восьмёрочка – это вообще-то правосудие. То есть то, что ещё вот сюда можно в эти рамки. Плюс здесь постоянные перемены, изменения. Может быть, через интернет учить тому, как меняются законы, правила, как их применять. Да, и раскроет это ваш, расширит ваши возможности. Вот в 50 лет это вот активировалась, эта энергия должна была быть активной, быть в плюсе. Вот. Дальше восьмёрочка. Опять же, опять же, это же должно продолжиться. Мы раскрываем. Если мы тут раскрыли, то тут вообще вопросов нет. Тут начинает проявляться ваша 15-я энергия. А 15-я энергия – это немножечко такая энергия дьявола. Это искушение. Это понимание в людях их недостатков. Их так вот видеть, да, в людях то, что другие не замечают, возможно, да. Потому что 18-я энергия такая, что до глубины докопаться любит восьмёрка. Глубоко докопаться до истины, да, найти, кто прав, кто виноват, и вынести справедливое, честное, правильное решение. Согласно логике, согласно причинно-следственных связей, да, вот тут тоже эта восьмёрочка. И вот через вот это обаяние, искушение, такая искусительница, да, обаятельная и привлекательная. Через свои знания, именно знания. Не вот эти вот девяточку, да, опыт прошлых жизней, а то, чему вы научились, что вы вычитали где-то, узнали. Что-то новое. Постоянно ученик-учитель. Постоянно учимся, постоянно учим других. Вот поэтому здесь это очень вот на 21, восьмёрка, 13 перемены. Перемены – это постоянно что-то старое уходит, новое получаем, да, и 21 расширяемся. Очень похоже на то, что вы можете, например, через интернет обучать людей вот правилам закона, какие-то юридическую какую-то свою вот консультацию открыть, да, и рассказывать людям, отвечать на их вопросы, и зарабатывать на этом денежку. Почему нет? Тут тоже знания и помощь людям, опять же, да. Да, 18 энергия помогает, потому что вы знаете то, чего не знают другие, какие-то тайны подковёрные, да, вот, скрытые. Ваша 15 энергия помогает этому тоже. И если в плюс переводить 15 энергии, то ваши знания в людях недостатковых, проблем их, да, ваша задача – показать им эти недостатки, их проблемы, и рассказать, как от этого избавиться. То есть исправлять их ошибки, помогать им исправлять их ошибки. И если вы это будете делать через свои знания ещё, да, то ваши знания ещё больше будут расширяться, вы ещё больше сможете людей учить, и всё это перейдёт в плюс. Вы будете и обеспечены, и работа будет хорошая, и через 15-ю энергию, вот эту свою обаятельную, с учётом того, что вы вот ещё ясновидение, и в людях цените 20-ю энергию, то есть любовь к роду, вот что-то с этим связанное, да, с ясновидением, целительством или целостностью. Через вот это обаяние вы найдёте себе человека, мужчину, который вот такой он лёгкий на подъём, он энергичный, он не задумывается о деньгах, он не зацикливается на деньгах, он постоянно вдохновлён, он вдохновляется, он живёт через вдохновение. Ваша 22-я энергия, которая по центру, она будет балансировать между деньгами и любовью, да, любовь и деньги, вот 22-я энергия их регулирует. 22-я энергия говорит о том, что нужно, здесь должна быть свобода, свободное отношение, свободное течение денег, думать не о деньгах, а о том, как себя раскрыть, как себя показать, как преподнести себя в этом бизнесе, чтобы вам это нравилось делать, чтобы вы это делали, потому что вам это хочется, потому что не потому, что вам деньги нужны, а потому что вы в кайфе там себя нашли, вы себя в этом раскрываете, и вот эта вот энергия тоже в этом помогает, и вот тут тоже это, да, подсказка идёт, что через восьмёрку вы можете здесь вот работать, да, вот, и 22-я энергия – это энергия свободы, это энергия, которая не любит контроля, чтобы над ней стояли, она любит свободный график, хочу, работаю, хочу, поехала путешествовать, вот, о деньгах она не думает, деньги приходят, потому что вдохновение есть, и желание есть, вот, знание есть, делиться с людьми можно, и тогда денежка капает сама, вообще спокойно и свободно, ваше дело решится, вы решительны вот тут вот, и вам нужно, вот тут вот и в одиннадцатой энергии тоже эти вот энергии говорят, чтобы вы зарабатывали деньги, вам нужно быть решительней, смелее, брать на себя вызов и идти вперёд, и у вас всё прекрасно получится, потому что у вас к этому есть огромнейший талант, который просто, вот, просто он будет вас вести, у вас будет всё получаться, потому что вы знаете, как это делать, 18 энергия, практически две девятки тоже, а девятка – это мудрость, и это всё вот должно вот как бы вам дать такое движение вперёд, и без застоя, 60 лет, это вот всё раскрывается ещё больше, а человек, который вот тут вот у вас, он будет обязательно свободный, и 22 энергия, она говорит о том, что она не имеет права ущемлять его свободу, если вы начнёте проверять у него смс-очки, да, следить за каждым его шагом, вы его потеряете, вот, потому что 22 энергии запрещено контролировать людей других, свободу других людей ограничивать не имеет права, то есть судьёй работать не рекомендуется, иначе не будет баланса между любовью и деньгами, у вас не будет благополучия, вы потеряете его, если вы будете судить людей, тем более их сажать за решётку, вот, поэтому в этом смысле вот ни в коем случае нельзя ограничивать свободу других людей, и быть самой тоже свободной надо, то есть сама свободна, и другим даю быть свободными, вот в этом вот есть суть, это, собственно, как говорится, ведёт к тому, что вы раскрываете себя в социуме, и вот тут вот мы приходим к тому, что ваши таланты в 70 лет ещё больше увеличиваются, потому что 14 энергия – это вообще энергия таланта, это энергия искусства, это энергия у вас раскрывается, ещё желание познать больше искусства, это такая чувствительность большая раскрывается, вы больше чувствуете, больше доверяете своей интуиции, это любовь к искусству и творчеству, может быть, появится желание что-то творить такое, вот, возможно, руками, либо, может быть, всё-таки на энергетическом уровне ещё больше раскроется, да, это душевность, это терпение, такая, это умеренность вообще, 14 энергия, она обозначает умеренность, то есть это ещё скромность, мудрость, это благородство, если в плюсе, да, но она будет, вам придёт в минусе, то есть вам подсунут ситуации, где вам захочется проявить чёрствость, жадность, да, обидчивость, ранимость, капризы, такой материализм, зацикленность на деньгах, на вот этом всём, да, грубость, неуверенность в себе, вот, 14 энергия в минусе, она будет к вам вот так приходить, да, но вам нужно её перевернуть в то, что вы, наоборот, душевный, чувствительный, любовь к искусству, к красоте, потому что шестёрочка, она тоже красоту любит, да, любовь вообще в принципе, любовь, любовь как таковую, жизнь прекрасна, люблю всё вокруг, любовь в шестёрке, это не только к людям, это к природе, это к красивому всему, к искусству, да, это вот картины, это какие-то творчества, это вязание какое-то, да, красивая одежда, всё красивое любит шестёрка, потому что она любит, любовь это то, что нравится природа красивая, листики, цветочки, небо, облака, всё сюда входит, да, любуюсь всем красивым, 19 энергия, она расширяет, она дарит тепло, она раскрывает, развивает. В минусе это все, как я сказала, да грубость, отсюда идет закрытость в себе, замкнутость, холодность и, конечно, ненавижу людей. То есть вот на это будет все толкать карма, но поскольку мы находимся в плюсе, то мы наоборот любим людей, раскрываем искусство, любуемся красотой мира, расширяем свое мировоззрение, идем вперед, идем к людям. Это ежели мы пойдем в плюс. И тогда будет жизнь просто прекрасная, удивительная и вообще люди вокруг будут добрыми и даже незнакомые будут во всем помогать, да, как говорится. Вот такая вот энергия в плюсе. И здесь тоже, в принципе, очень неплохие перспективы, есть чем заняться, есть к этому знание способностей и таланты. И не мешать другим жить тоже, как бы, как говорится, потому что здесь говорит о том, что вот двоечка, она очень любит лезть в чужие дела, в чужую семью, например, да, куда-то вмешиваться двойка. Вот. А двенадцатая энергия тоже хочет всем помочь разорваться, да, а потом на всех вот жаловаться, жалеть себя, что я вот всем помогаю, они меня не ценят. Это вот потому, что вас не просят, называется. Двенадцатая энергия не должна помогать, когда и не просят. А вот работать в интернете, рассказывать людям, там придут те, кому это надо, и они вам будут благодарны. А уже за конкретную консультацию вы можете получить дополнительно денежку, да, а что-то чуть-чуть выкладывать бесплатно для того, чтобы люди понимали, что вы им можете дать. Так работает вот двенадцатая энергия, и она вам поможет. А две восьмерочки себя проявят, как знание законов, или логики, или опыта жизненного своего, да, чего-то. Вот еще учиться этому надо будет, то есть сама учусь и учу других тоже. То есть, может быть, на какие-то курсы пойти, на которых раскроется восьмерочка, честность, справедливость, открытость, да, талант, логика. Вот. Это вот пятерка говорит о том, что возможно обучение дополнительное, и ваше обаяние этому поможет. Потому что вот эта вот способность пятнадцатая подмечать, она хоть в плюсе, хоть в минусе, она подмечает в людях все плохое, негативное, и умеет это раскрыть. Но можно как бы использовать это в минусе, это шантажировать людей, да, и манипулировать ими, что как бы это будет в минусе, только хуже для вас, да. А в плюсе это использовать эти знания для того, чтобы людям помочь рассказать, как исправить их ошибки. Ну вот такая. Дальше у нас идут вот наши предназначения, да, по роду хочется раскрыть шестнадцатую энергию, это вот эту вот самую идейность, да, в чем ваша идея, найти ее, и ради чего вы, как говорится, готовы жить и бороться. Вот раскрыть эту шестнадцатую энергию, полную идею, полное вдохновение, это генератор идей, который вдохновляет и ведет, толкает вперед. Семерка по женской линии рода, она хочет, чтобы вы научились не бояться принимать вызовы, двигаться вперед, не стоять на месте, быть решительной, смелой, да, и как бы двигаться все время, не стоять на месте, все время учиться, что-то получать новое. Для себя вы решили, что вы хотите шестнадцатую энергию проявить, это опять генератор идей, да. По линии неба вы хотели десяточку раскрыть, то есть вот это вот независимость и незацикленность на деньгах. Десятка это колесо фортуны, оно катится легко и свободно, если его не остановить. А остановить можно тем, что начать упираться, то есть не нужно напрягаться. Сегодня деньги есть, завтра нет, то есть колесо крутится, вы то наверху, то внизу, и это нормально. И если не начать внизу упираться, то тогда вы не станете камнем, который будет мешать колесу крутиться. И оно быстренько прокатившись через низ, опять пойдет наверх. То есть деньги будут то приходить, то уходить, и это нормально для десятки. Шестерка это любовь, вы хотите испытать любовь на земле, на земном уровне, на уровне материального плана. Любовь к людям, любовь к красоте природы, любовь к жизни вообще, то есть к окружающему миру, ко вселенной, ко всему вот этому. Шестнадцатая энергия подарит вам, вы хотите поймать какую-то идею, да, вот и вот на этой идее вы вдохновляетесь и живете. В данном случае говорится о том, что ваша идея должна быть к тому, что не нужно упираться в жизни, нужно плыть ее течением, да, и любить, любить, любить природу, любить жизнь. Вот именно любовь к жизни такая вот активная. Здесь опять же шесть и семь вот эти, что у нас здесь были, да, приводит к тому, что для социума вам нужно учиться и учить других. То, что я и сказала, социум это вот этот период жизни, когда вы зарабатываете, когда зарабатываете свою пенсию, да, называется. Это вот пятерочка, это значит ученик-учитель, это получать новые знания, это постоянно учиться чему-то, и это то, чему вы учитесь, вы это внедряете в жизнь, это учите этому других людей, людей, это и порядок, это получать какие-то вот эти вот тайные знания, да, вот ваша пятерочка здесь тоже, и вот тайные знания какие-то непонятные другим людям, таинственные, которые понятны только вам, вы можете их получить, и когда вы благодаря пятерочке в своей голове все это разложите по полочкам, вы можете это легко рассказать другим людям, так, что им будет все очень понятно. То есть непонятное вы легко переводите в понятное. Кроме этого правила порядок закон, опять же, пятерочка тоже любит, и здесь говорится о том, что пятерочку вам нужно раскрыть для социализации, для социума, то есть это ваше служение людям в этом заключается. А на духовной грамотности у вас стоит 21, то есть ваша душа хотела испытать поездку за границу, уехать жить за границу, не там, где вы родились, а там, где вы не родились, 21 энергия вас вот с самого начала направляла к тому, что вы будете жить за рубежом, и здесь она вот еще раз повторилась. Кроме этого, расширение на весь мир, то есть путешествия по всему миру, много стран видеть, возможно, да, потому что это перемены. Может быть, вы не раз переезжали с одной страны в другую, может быть, раз переезжали, но очень серьезно, так, что все бросили в одном и перешли совершенно в другое. То есть бросить все и начать с нуля – это нормально для 13 энергии, а если она стоит рядом с 21, то это чуть ли не бросить страну и уехать в другую. Вот в данном случае это как бы нормально. Переезд, может быть, даже по Европе из одной страны в другую тоже может сюда входить, вот, или вообще, в принципе, как бы постоянные такие резкие перемены с потерей всего, обнуления полного и начало с начала – это нормально для 13 энергии. А 21 – это говорит о том, что вы, скорее всего, живете за границей, и это не просто этого хотела ваша душа, и это вы реализовали свою духовную потребность. Для социума пятерка учимся, вот она, да, у нас здесь легла в 60 лет, все равно учиться чему-то новому и этому обучать других. Выучить то, что другим непонятно, рассказать более простым легким языком, преподнести это, помочь человеку исправить свои ошибки и выбраться из проблемы. И будет все очень хорошо. Вот так я вижу вот тут вот эти энергии, очень интересная матрица. Ну, а по здоровью, по чакрам нужно смотреть. Это вот нижняя чакра, это следующая за ней, и так далее, вверх, и вот это самые верхние чакры. Чакры у нас рассматриваются по карте, я ее даю вам, такую картинку, в которой понятно становится, как матрица связана с чакрами. Вот она, матрица здесь, да, и вот ее чакры, которые верхняя, нижняя, то есть то, что приходит на духовном плане, на материальном, объединяясь, и это все воздействует на верхнюю часть головы, да. Описание, какие входят сюда органы, за которые отвечает эта чакра. То есть, если эти энергии в плюсе, ваша чакра будет открыта. Если открыта и активна чакра, значит, она хорошо энергетически снабжает органы, вот волосы, мозг, да, верхнюю часть черепа. Вот на это влияние оказывает верхняя чакра, то есть или две вот эти энергии, которые должны быть в плюсе. Если они в плюсе, работают на себя хорошо, так, чтобы было хорошо, головных болей не должно быть. Кроме этого, волосы не будут выпадать, да, мозг не будет страдать. И верхняя челюсть, верхняя, вернее, часть черепа, то есть вот макушка головы тоже будет как бы в сохранности. Если оно в минусе, начинаются проблемы со здоровьем. И кроме этого, если вы подробно посмотрите, у меня есть чакра Сахасрара называется, ссылочка под видео на первую чакру, а в ней уже, если вы ее откроете, в ней под видео будут написаны все ссылки на все остальные чакры. И если у вас есть какое-то заболевание какого-то из органов, которые вы прочитаете вот здесь, вы увидите, какая чакра за это отвечает. Вы можете открыть саму чакру, вы можете посмотреть, какого цвета здесь этот кружочек, какая в нем номер какой стоит, да, какая здесь энергия, и прочитать, что в плюсе, а что в минусе от этой энергии. Я даю список этих энергий, в которых становится понятно, что вы там проявляете в минусе эту энергию, да, и поэтому у вас вот тут вот какое-то есть заболевание, или тут, или тут. И тогда вы можете, если это чисто психосоматика, если это не травма связана с физическим каким-то, или уже пострадал и деградировал орган, потому что это очень давно, то полное восстановление может и не произойдет, но произойдет хотя бы частично. А если орган не пострадал, и он восстановится, более-менее может практически со временем восстановиться полностью. Помочь проработать энергии в плюс, закрыть энергии минусовые, можно обратиться ко мне, я с этим могу помочь. Убирать обиды, убирать злость, убирать агрессию, убирать такие, как всякого рода программы, установки, комплексы, да, к личности своей, еще к чему-то, сомнения мы можем закрывать. То есть любая эмоция, любая энергия, любое ощущение энергии, энергии, которому есть название, мы можем его закрыть. Все как оно называется, мы это можем убрать. Поэтому с этим можно работать, и с этим можно обращаться ко мне, я могу помочь. Если нет, у вас я даю инструкцию, прилагаю сюда, как можно прорабатывать самому, жить осознанно, понимать и замечать, наблюдать за собой. Но очень важно обратить внимание, что прорабатывать это не значит загонять вглубь себя. То есть делать вид, что этого нет, это называется обмануть себя. На самом деле нужно наоборот легализовать правду, то есть обнаружить в себе это, заявить об этом самому себе, хотя бы, да, сказать вслух, сказать, что этого мне есть, и сказать, что ты как бы это легализуешь, эту правду, выставляешь ее наружу, и когда она выставляется, она начинает рассеиваться. Иногда бывает, если это не очень глубоко сидит, не в очень сильной степени, да, то иногда бывает достаточно просто легализовать правду. Иногда бывает, ее уже нужно закрывать, или закрывать эту энергию, которой очень много, с ней нужно бороться, ее нужно убирать из организма полностью. Это тоже как вариант возможно. Ну вот, вроде бы все сказала. Надеюсь, вам будет это интересно и полезно. И мы еще сможем что-то проработать, если есть такое желание. Вот и все. На этом до свидания. И желаю всего самого хорошего. Будьте счастливы.